Привет, друзья! С вами канал Интересная Инфо. Сегодня я хочу представить вашему вниманию 5 смелых людей, которые поставили своеобразные рекорды. Поехали! Уильям Трубридж. Этот мужчина совсем недавно перешагнул 30-летний рубеж, но уже успел дважды стать сильнейшим в мире в области погружения без акваланга. Его легкие обладают объемом 8 литров. Это позволяет нырялщику почти 8 минут под водой обходиться без воздуха. Трубридж – житель Новой Зеландии. Пользуется лишь запасами воздуха в груди и брошенной в воду веревкой. Он может нырять на глубину в 121 метр. При этом все его снаряжение составляет перчатки и ласты. Если же от них отказаться, то Уильям может достигнуть отметки в 100 метров. Мартин Стрелл Этот славянский пловец стал легендой благодаря своим заплывам на сверхдальние дистанции. Имя Мартина Стрелла встречается в книге рекордов Геннесса 4 раза. Этот человек смог проплыть по четырем самым великим рекам мира, начиная от их истока и заканчивая устьем. Список покоренных водных потоков внушает уважение. Амазонка, Дунай, Янсцы, Миссисипи. А вот покорение Нила славянец отложил на неопределенное время. Он считает, что эта африканская великая река не соответствует его уровню. Смельчаку тяжелее всего пришлось в Амазонке. Ведь по графику ему приходилось проплывать около 80 километров в день. При этом нещадно палило солнце, а вокруг бушевала тропическая лихорадка. Несколько раз Мартина приходилось спасать от атак злых пираний. В результате группа поддержки пловца выливала неподалеку в воду несколько ведер воды. Это помогало отвлечь внимание рыб-хищников. Крокодилов же и анаконд Стрелл не пугался вовсе. Просто улыбался такой опасности. Для снятия стресса от такого опасного приключения Мартин каждый вечер выпивал две бутылочки вина. Все путешествие по Амазонке заняло около 66 дней. Райнхальд Месснер Этот человек считается самым знаменитым альпинистом в мире. Прославил его тот факт, что он стал первым в мире, кто смог покорить все 14 восьмитысячников. В 1978 году Месснер совершил бесстрашный поступок. Он пошел штурмовать Эверест без кислородного оборудования. Многие считали его самоубийцей, но ему удалось задуманное. В альпинизме Месснер доказал себе все. Следующей целью смельчака стали пустыни. Причем интерес у него вызвали не только жаркие, но и арктические. Итальяне смог пересечь Антарктиду и Грелландию, Гоби и Такломакан. Этот человек пешком дошел до Южного и Северного полюса. 15 октября 2012 года австриец Феликс Баумгартнер официально стал первым человеком в мире, скорость которого в свободном падении превысила скорость звука. В ходе прыжка 43-летний Феликс установил два мировых рекорда. По высоте почти 40 километров, с которой был совершен прыжок, а также по скорости свободного падения, которое составило 1342 километра в час, что превышает скорость звука. Непосредственная подготовка к этому прыжку вместе с подъемом на заданную высоту заняла более 2,5 часов. А в свободном падении Феликс провел 4 минуты 20 секунд, после чего у него раскрылся парашют, и он успешно приземлился. Как рассказал журналистам сам Феликс, во время прыжка он не думал о достижении рекордов. Хотелось вернуться на землю, увидеть девушку, родителей. Иногда нужно подняться очень высоко, чтобы осознать, насколько ты сам незначительен, добавил он. 48-летний французский скалолаз Алан Рубер по прозвищу Человек-паук уже более 30 лет покоряет самые высокие небоскребы мира. При восхождении на индустриальной высотке он не использует веревок, подъемных механизмов и других приспособлений для скалолазания, а только собственные руки. В его послужном списке более 70 объектов. Среди них здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, Эйфелева башня, небоскребы Сирс Тауэрс в Чикаго и Сити-Поинт в Ситне, мост Золотые ворота в Сан-Франсиско. А сейчас поставьте палец вверх, если вам было интересно. Ну и поделитесь с друзьями в социальных сетях. Это будет лучшая благодарность за наши старания. И обрадуйте нас просмотром прошлого видео про суши и роллы. Ну и конечно, спасибо за просмотр, друзья. И до встречи.